Конкурс «Женшина года» проводится в Беларуси 11 раз. На подведении выника у его областного этапа в зале Брестского центра молодежной творчести собрались самые активные представницы пригожей половы человечества. Гэтым разом конкурс вышел на новую уровень. Если раньше у нас лауреатами были женщины, которые являлись членами Беларусского союза женщин, то в этом году мы распространяли на всех женщин. То есть действительно этот конкурс стал республиканский. Мы этим конкурсом еще раз говорим о значимости наших женщин в нашем обществе. Они везде. Они лидеры, они руководители. И как мы прекрасно знаем, что у женщин выходных не бывает. Конкурс «Женшина года» имеет несколько номинаций. Материнская слава, господиня села, активная житковая позиция, духовность и культура, а так само лидерство и поспеховое керавництво. Для Брестской области всегда было характерно, что женщины, руководители сельхозпредприятий, это руководители больших промышленных предприятий в ряде регионов. Это те женщины, которые взяли на себя руководство большими коллективами и привели эти коллективы к успеху. Сирот таких керавников Татсяна Лугина – директор ведомого швейного предприемства. Своим прикладом она показывает, что женщины в певных сферах могут быть не меньше успеховыми за мужчин. Есть бизнес, которым могут заниматься и легко занимаются мужчины. Есть бизнес, который точечный, более глубокий, более поэлементный, где мужчинам может быть и сложно. Или бизнес более творческий, где мужчинам тоже сложно. У сего по Брестской области наличивается больше за 25 тысяч удельниц Белорусского союза женщин. У их лику и те, кто поднимался на сцену, чтобы отримать гоноровый диплом. Ци будут представницы Брестшины сирот-пероможца у республиканского этапу станет вядома у Сыковяку. Валентин Бойко, Роман Филюсич, телерадо и компания Брест. Редактор субтитров А.Семкин